Глубоко уважаемые коллеги, сегодня хотелось бы поделиться с вами некоторыми такими чисто практическими особенностями обследования компьютерной томографии у пациентов с новообразованиями челюстной лицевой области и шеи. При этом здесь следовало бы уточнить некоторых новообразований. Почему? Потому что эта область очень маленькая, компактная челюстная лицевая область, шея, включает в себя очень-очень многие органы, которые представляют различные системы. Из анатомических источников вы представляете себе, какие это области конкретно и чем обусловлены эти особенности. Особенности обусловлены многообразием и плотным расположением этих органов. И в этой области есть еще такие специфические ткани, которые встречаются только здесь. Это зубы, слюнные железы. Процессы, соответственно, и разнообразию органов тоже очень многообразны. Это и воспалительные процессы, дегенеративно-дистрофические заболевания, и, конечно же, новообразования, которые необходимо дифференцировать. Сложность строения расположения костей. Опять-таки, они имеют все неправильную форму. Многие патологические процессы связаны именно с патологией костных структур. Ну и, наконец, мы встречаемся с артефактами от металлических предметов. И эти артефакты мешают везде. Они мешают при компьютерной томографии, они мешают при магнитно-резонансной томографии. Что заставляет использовать какие-то определенные условия обследования у таких пациентов для улучшения визуализации. Слышно, я, наверное, не нашла. Я вам записи. А? Вам записи надо. Слышите, давай. Вы же, конечно, все. Ну, ладно, говорите. Я не нажала просто. Я думаю, что транслируется. Надо говорить. Он включен, да? Значит, вот так. Ага. Значит, в диагностике опухоли, диагностик любой опухоли, это известно всем онкологам и кто работает в онкологии, она состоит из этапа выявления опухоли, выяснения распространенности, то есть глубину ее распространения, а также распространение в другие области и патоморфологическая характеристика этой опухоли. Расположение опухоли в челюстной и лицевой области можно было бы условно, конечно, разделить на поверхностную и глубокое. Поверхностная – это тогда, когда опухоль может быть увидена, это может быть опухоль слизистой оболочки, это может быть опухоль кожных покровов. Глубокое – это тогда, когда опухоль прикрыта мягкими тканями. Поэтому выделяют даже опухоли визуальных локализаций, то есть то, что видно глазом. И в таких случаях при поверхностно расположенных новообразованиях на первое место выйдет, конечно, клиническая диагностика и эндоскопический метод. А если мы имеем дело с глубоко расположенными опухолями, то, конечно, здесь клинический метод имеет большое значение и присоединяются быстро методы лучевой диагностики. Это методы и ультразвукового исследования, и компьютерная томография, и магнитно-резонансная томография. Если мы говорим о распространенности новообразования и связи их с окружающими структурами, тут весь арсенал методов лучевой диагностики. И, наверное, компьютерную томографию выделит ее универсальность, быстрота и объективность. Для улучшения визуализации при компьютерной томографии мы используем контрастирование, тонкие срезы и реконструкция в различных режимах, в том числе в костном режиме, что очень важно, реформация изображений, то есть 3D-изображения, специальные приемы, связанные с изменением положения языка внутренних органов, органов полости рта и изменение наклона гентри. В таком случае, когда опухоль расположена поверхностно, в данном случае это базально-клеточная опухоль где-то надглазничной области, для клиницистов важна ее распространенность в орбиту и наличие и степень поражения кости. Мы видим деструкцию лобной кости. Здесь все понятно. Остеогенная саркома, которая клинически определялась примерно так же, как и предыдущая опухоль, в данном случае имеет совершенно иную компьютерно-томографическую картину. Мы видим новообразование, связанное с костью, и характерное для данной опухоли изменение надкосницы. Дом образования твердого неба. Слизистая, покрывающая твердое небо, она достаточно тоненькая. Изъязвление, которым может проявляться опухоль, оно видно глазом. Но, опять-таки, для челюстно-лицевых хирургов очень важна степень распространенности, наличие костной деструкции. Мы здесь, на данных сканах видим, самой опухоли мы не видим, мы не можем сказать, какая она, но мы видим деструкцию, локальную деструкцию нижней стенки носовой полости или твердого неба. Новообразование нижней челюсти тоже достаточно хорошо определяется, как мягкотканное образование неправильной формы с изъязвлением, в нём имеются полости и соответствующие деструкции нижней челюсти. Реформация в фронтальной плоскости позволяет нам увидеть распространённость опухоли на дно полости рта, инвазия мышц на полости рта. Ну, а для хирургов очень важно всегда увидеть наглядно, как изменена кость, и для этого мы выполняем такие объёмные реформации именно для наглядности этого изображения. Новообразование дна полости рта. Иногда нам, когда пишут направление, говорят, там в челюстно-язычном желобке определяется уплотнение, образование, иногда с изъязвлением или нет. При компьютерной томографии, выполненной с контрастированием, мы видим это новообразование, которое тесно прилежит к внутренней замыкающей пластинке нижней челюсти. Для наглядности выполняем реформации во фронтальной плоскости и видим переход этого новообразования на противоположную сторону. И при исследовании в костном режиме здесь отсутствует какая-либо контактная деструкция, но тем не менее кость изменена, мы видим склеротические изменения на данном участке. Аналогичная ситуация, но уже несколько иная. Тоже мы видим новообразование дна полости рта и деструкции нижней челюсти. Но эта деструкция распространяется на все тело от угла до угла нижней челюсти и никоим образом не может быть как-то связана с этим новообразованием, расположенным вплотную к ней. Пациентка пожилая, она неоднократно уже лечилась. Это было химия-лучевое лечение. В свое время она получила достаточно высокую дозу облучения. И вот такие изменения, деструкция с наличием множественных секвестров, более вероятно, по нашим данным, связана с лучевым некрозом или с лучевым остеомилитом. Но, конечно, трудно говорить и трудно со стопроцентной убежденностью судить об этом процессе. Поэтому дается рекомендация о морфологической верификации данного процесса. То же новообразование нижней челюсти, картина компьютерно-томографическая, которого ни с чем уже не перепутаешь. То есть видно разрастание, деформация кости нижней челюсти в области тела в виде разрастания, уплотнение костной структуры, нечеткость ее контуров и наличие характерных для остогенной саркомы изменений надкосницы. Ну, бывают такие ситуации, когда мы действительно не можем с помощью стандартного какого-то исследования увидеть новообразование и оценить его распространенность. Вот, например, так, как вы видели твердое небо. Да, мы видим деструкцию, но самого новообразования мы не определяем. В таких случаях мы используем вот такие приемы. Открывание рта, надувание щек, исследование при высунутом языке, использование марганевых тампонов. Для чего? Это сделается для того, чтобы отграничить каким-либо образом опухоль от рядом лежащих структур, то есть создать вокруг воздушность. Вот если легочная ткань, да, мы там можем увидеть новообразование, это уплотнение. А здесь-то как мы его увидим, если оно сливается с окружающими структурами? И иногда, довольно часто, мы сами непосредственно осматриваем пациента, смотрим его в полость рта, видим, где это, и уже выбираем вот какой-либо из вот этих приемов. Что нам делать, как нам сканировать? Ну, вот такие примеры, пожалуйста. Вот новообразование твердого неба. Топограмма и дальнейшие сканы, которые выполнены в этом положении. Вот это новообразование, которое расположено в области твердого неба. Мы видим при реформации его изъявления, вот его контуры, и видим соответствующую деструкцию твердого неба. И конкурирующим таким методом, конечно, является магнитно-резонансная томография. Все мы, когда обследовали этого пациента, сразу увидели это новообразование на магнитно-резонансных томограммах. Оно действительно замечательно определяется, но у большинства пациентов имеются металлические предметы, какие-либо это или протезы, пломбы, коронки, импланты. И поэтому вот этот момент очень ограничивает магнитно-резонансную томографию у применения при опухолях челюстно-лицевой области. Такие приемы используются нами при обследовании пациентов с новообразованием языка. Вот если у пациента рот закрыт, вот где-то проекция языка, вот его корень. В общем, опухоль мы видим не очень хорошо в данной ситуации, когда рот открыт, видно и новообразование, и его распространенность, вот она видна на фоне воздушного столба лодки. У пациента, вы видите, несколько странная такая топограмма. У него и высунут язык, и открыт рот. И вот таким образом, раскладывая язык на этом орлевом тампоне и сканируя его в таком положении, мы хорошо визуализируем опухоль. Вот она, это опухоль, вот она хорошо видна. Тот же случай исследования с контрастированием. Опухоли языка достаточно трудны для диагностики, их трудно увидеть порой бывает. Ну, их различные варианты, это какие-то варианты экзофитного новообразования, опухоли, которые распространяются на боковую стенку глотки. Здесь более локальное такое образование. Видно и его величина, его распространенность, и можно стадировать хорошо этот процесс. Раздувание щек, новообразование щеки. Как исследовать, если при спокойном состоянии щека плотно прилежит к десне? Вот мы ее раздули, увидели утолщение щеки, значит, вот это новообразование, оно накапливает контрастный препарат, мы можем судить его увеличение. Марлевый тампон в полости рта, тоже отграничиваем опухоль от окружающих тканей. Вот самое сложное у таких пациентов – наблюдение, оценка эффективности лечения. И, конечно, если брать компьютерную томографию, то судить не о метаболизме, не о какой-то структуре, вот в плане злокачественности мы не можем, мы видим только величину. Злокачественное новообразование верхней челюсти, оно здесь достаточно хорошо определяется. Но после его удаления возникает вот такая компьютерная томографическая картина. И видно все изменения, на фоне которых нас просят оценить, есть или нет рецидив. Порой мы становимся просто в тупик. И здесь помогает контрастирование, либо наблюдение динамики. Мягкотканный компонент в зоне оперативного вмешательства. Рецидив или нет? Рецидив или нет? Есть здесь что-то или нет? Конечно, в таких случаях, наверное, стоит прибегать к тому исследованию, которое нам предлагали предыдущие докладчики. Рецидив в области резекции нижней челюсти по поводу астогенной саркомы. Ну, здесь, конечно, не представляется никаких трудностей. Какое-то время сразу после оперативного лечения и в настоящее время мы видим появление новообразования в краях резицированной опухоли. Также наблюдение за пациентами. Одно из последних наших наблюдений, такое клиническое, это пациент с новообразованием глотки и метастазами в лимфатические узлы шеи. Простите, здесь корень языка с переходом на боковую стенку глотки и метастатическое поражение. Самое главное, что интересовало хирургов, это заинтересованность общей и внутренней сонной артерии по отношению к этому новообразованию. По нашим данным, как мы ни старались, в общем, мы везде просвет этой внутренней сонной артерии, общей сонной артерии определяли довольно отчетливо. Но при операции обнаружилось, что стенка, наружный слой общей сонной артерии, частично внутренней, были повреждены, они были инвазированы. И пациенту было выполнено оперативное лечение с пластикой, аутовеной вот этого кусочка, где стенка была повреждена. И вот таким образом теперь выглядит эта зона оперативного вмешательства с протезированной аутовенной сонной артерией. Таким образом, для качественной диагностики заболеваний челюстной или лицевой области, именно компьютерной томографии, на первое место необходимо поставить вопрос работы, совместной работы с врачами, лечащими, потому что они ставят нам задачу, и мы должны эту задачу по возможности выполнить. Вот мы должны увидеть новообразование и сказать, какое оно, где оно, куда оно распространяется. Ну, естественно, что какие-то профессиональные знания также, и специфические знания этой области необходимы. Это знания анатомии, семиотики, заболеваний челюстной лицевой области и шеи. Спасибо за внимание.